Следующая недельная глава, которую мы изучаем, Матод, Матод, Бэмидбар, то есть чисел, с 30 главы 2 стиха, 32 главу, 42 стих, но она обычно считается следующей главой Мусей, это небольшая глава, Иега 2, Иеремия, 1 глава, с 1 стиха по 2 главу, 3 стих. Начинается словами. Если человек даст обет Богу или поклянется клятвой, приняв запрет на себя, то он не должен нарушать слова своего, то, что он сказал, должен исполнить. То есть здесь говорится об обетах и клятвах. И также в этой главе рассказывается о войне евреев против Медьяна, против Мадья-Нитян, о том, как Пенхас, сын Иллиазара, во главе ополчения в 12 тысяч воинов, по тысяче с каждого колена, разбивает Мадьянскую армию и берет большие трофеи. И дальше говорится о том, как поступать с захваченными трофеями, с осудами, с пленными и так далее, и о пожертвовании к храму. А также говорится о такой интересной вещи, когда колено Реввена и Гада просили Маше разрешить им поселиться к востоку от Иордана. И помните, это было воспринято первоначально, как стремление разделиться, к сепаратному миру. Но в дальнейшем было принято решение, что хотя эти колена, то есть эти племена, поселятся на завоеванных землях, что их воины будут продолжать сражаться вместе со всеми. Хорошо. И называется недельная глава Матод. Матод здесь переведено как колено, но в действительности слово колено или племя правильнее. Я не знаю, русский, почему колено, почему не локоть, почему не что-то другое. Вообще есть несколько слов для этого. Но одно из слов это шевет или шевтей, Исраэль, то есть племена Израиля, правильнее переводить. А слово Матод это не колено, не племя, а структурная единица, то есть военная единица, военная структурная единица, то есть такое же понятие, как дивизия, батальон и полк. То есть Матод это структурная единица, созданная для того, чтобы управлять Израилем, то есть армии Израиля. Видите, что интересно, в армии Израиля не было дезертиров и не было практически такого понятия, как дезертирство. То есть кто такой дезертир? Дезертир это тот, который призван в армию, но каким-то образом он уходит из армии, возвращается домой или прячется где-то, пока война не кончится. Дезертиру ловят и в штрафные батальоны или расстреливают, правильно? Но в Израильской армии такого понятия не было. Почему? Видите, потому что структура Израильской армии это были фактически родственники. Если ты дезертировал из армии, куда ты мог пойти? В родной дом, да? А тебе скажут, ага, ты предал. Справа от тебя один дядя стоит, слева от тебя другой дядя, я имею в виду родной, да? Там тебе сзади племянник. Вы сами понимаете, как было построение и куда бежать, да? То есть дезертиров практически не было. Но для того, чтобы люди были более сплоченные, да, в Израильской армии ряд людей освобождался от призыва. Помните? Если он только женился, если он только построил дом, и даже если он был трусливый, то есть есть люди, страдающие патологической трусостью. Вы знаете, что известный еврейского тоже происхождения оружейник Бердан во время войны севера с югом Хайром Бердан чуть его не расстреляли. У него была патологическая трусость. Знаете, бывают такие люди? Ну, вот не могут они в армии. Только чуть начинается стрельба, на них такая паника накидывается, и они совершенно не могут с собой владать. И вот такие люди в Израильскую армию не призывались. И более того, мы видим иногда такие случаи были, когда Бог даже ограничивал специально количество армии, да? У нас обычно как? призывники, а потом надо еще приблить, еще, еще собрать. Если начинается война, уже грибут подчистую всех. А тут друг Бог говорит, слишком много с тобой воинов. Отошли половину там или третью часть. Много. Ага, остались там вообще только 300 человек. Правда? То есть, видите, как интересно. В Израильской армии получается наоборот. Но те люди, которые не служат, не служили в действующих частях, да? Они строили мосты, то есть были, как в обозе служили, то есть как в вспомогательной части. Если человек, он был такой трусливый. И не мог. То есть, очень интересна была структура. Мы об этом подробнее поговорим. Итак, Матод – это означает множественное число. Это структурные единицы, военные единицы. Военные единицы. И интересно, что Бог повелевает Моисею сделать перепись населения и дать людям фамилии. И счистите всех, от 20 лет и выше, повелел Господь Моисею, числа 26, глава 4 и 5 стих, и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской. Рувим – первенец Израиля, сыны Рувимова, от Ханаха – поколение Ханаха, от Фалу – поколение Фалуева. То есть, это уже были что? Родовые имена или, как мы говорим, фамилии. То есть, смотрите, еще фамилий никаких у каких-то других народов не было, да? Но здесь были фамилии. И если кто-то думает, что когда говорят Иисус, а фамилия его – Христос, то они глубоко ошибаются. А как была фамилия Иисуса? Вы точно знаем, да? Давыдов или Давыдович. Помните, был Денис Давыдов такой, тоже, кстати, с еврейскими корнями, известный партизан. То есть, фамилия его была Давыдов или Давыдович. Бен Давид. В данном случае, это говорится о фамилии его. Хорошо. Ну, в дальнейшем, когда евреи были рассеяние, они тоже фамилии не получали. И только в XVIII веке они получили фамилии. Это уже началось в Австро-Венгрии, когда стали переписывать население. И евреи, для того, чтобы получить какие-то красивые фамилии, например, Розенблюм, цветок розы, да? Или, допустим, Гольдсмит, ювелир, то есть, златый кузнец. И получали вот такие красивые фамилии. Но, к сожалению, вот эти фамилии, да, потом стали еврейскими. И вот Эйнштейн, да, Аулштейн, Гринберг, Гольдберг, да, Гринберг, зеленая хора, Гольдберг, золотая хора. А потом эти бедные евреи страдали из-за этих фамилий. Да. А в России, а? Эйнштейн, один камень, да? Эйнштейн, да. Кстати, фамилия Блюхер. Блюхер, как вы знаете, с английского не переводится. Да? Блюхер от слова Бляхер. Бляхер – это кто? Медник, который изготовлял различные изделия из меди, бляхи. Вот. Поэтому не думайте, что такая фамилия. Незвучная, да? И часто фамилии были от ремеслов русских евреев или от места проживания. Если Браила, так значит, Браиловский, да, Кишиневский, Одесский, либо от профессии. И так далее. Хорошо. Значит, первая мысль этой главы – клятвы, обеты, обещания, а также освобождение от них. Вы знаете, что у евреев есть предусмотрена специальная система освобождения от клятвы. И некоторые осуждают евреев за это. Но, к сожалению, мы знаем, что так часто у евреев были гонения, что они вынуждены были, да, не у всех хватало храбрости прославить имя Божье. И они часто принимали на себя какие-то клятвы, обещания, которые им навязывали христиане. И по этой причине был даже специально молитва введена на судные дни освобождение от всяких клятв. Коль не дрей. То есть все обеты, обещания, которые я давал в прошлом году, я считаю, что недействительными. Но это не коварство евреев, это есть результат их жизни, их судьбы. А кроме того, мы очень часто даем клятвы и обещания весьма глупые и даже вредные. Согласны? Вот для этого и нужно решать вопрос. Что же делать с такими клятвами? Итак, сказал Моисей начальником колен сынов Израиля, говоря, вот что повелел Господь, если кто даст обет Господу или поклянется клятвой, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Да? То есть мы видим, что если человек поклялся, что он должен сделать? Исполнить. Потому что если не исполнение клятвы, это очень большой грех. И причем это не зависит от того, кому ты клялся. Некоторые говорят, что вот можно там поклясться язычнику, и были такие даже раввины, которые говорили, что клятва, данная не евреям, она недействительна. Но что говорит Давид в псалмах, если кто клянется злому, то есть плохому, злодею, то все равно клятва остается действительной. Поэтому Ешио говорит, лучше тогда не клянитесь. Некоторые понимают, свидетели Иеговы, что не надо никаких присяг тогда давать, на суде нельзя присягу давать, потому что вы понимаете, можно достать дурака Бога болится, так он и лоб побьет, но здесь говорится не об этом, здесь говорится о том, что люди очень часто дают клятвы, и это что есть? Ограда, чтобы ты не давал клятву, то лучше не клянись, а говори да или нет, и тогда твое слово, оно уже имеет силу клятвы. Вот интересно, что, к сожалению, вот этот процесс в Сибири был прерван революцией, но в Соединенных Штатах Америки получается примерно то же самое было, когда осваивали Дикий Запад. Человек мог взять деньги без расписки под честное слово, и он отдавал это. И так было у наших староверов, потому что староверы это были люди, которые придерживались всей Торы, не только Нового Завета, но и всего Танаха. И они понимали серьезность этих клятв. И вот в основном купцы сибирские, они были староверами. Может, благодаря этому так быстро поднялась экономика Сибири. Это было своего рода тоже чудо. Но, к сожалению, потом начались революции, и все это пришло в упадок. И так мы можем не давать клятву, но наше слово, оно должно иметь такую же силу. Поэтому, прежде чем что-либо говорить, что нужно? Подумать. У нас часто люди дают обещания только потому, чтобы не расстроить другого человека, показаться жадным. Если нужно говорить нет, то что лучше? Лучше сказать нет. Правда? Понимаете, если я что-либо сказал, ну, клятва, если я говорю, я клянусь, я обещаю. Но, если я просто говорю, то это обладает той же силой. Все равно любое сказанное слово, за любое напрасно сказанное слово, что будет человек осужден, отвечать. Поэтому, есть три типа ответа, да? Да или нет, и я подумаю. Какой лучше всего избрать? Я подумаю, да? И действительно подумать. Хорошо. Чем торопиться? Или быть на поводу у кем-то. Не давайте никому собой манипулировать. Вы замечаете, если кто-то начинает манипулировать, то ни в коем случае не давайте ему манипулировать. Видите, у Бога не останется бессильным никакое слово сказанное. А если мы с Богом, и если мы в Боге, представьте себе, что все наши слова обладали бы силой. Да? Так тут людей бы на земле уже не осталось бы. Да. Правда? Ну, так сказал человек, он умер. Сказал, он умер. А чтоб ты подох. А чтоб тебя перекорожило. Знаете, или еврейские такие маяцы. чтобы чтобы я видел тебя стоящим на одной ноге, а ты смотрел на меня одним глазом. Помните? Вот. То есть, это серьезные вещи. И даже в праведном гневе мы можем многое пожелать своему ближнему, такое, что не каждый враг пожелает. И, несмотря на это, все мы дадим отсчет. И Талмуд уделяет целых два объемистых трактата, которые называются Недарим, то есть, обещание, и Швуот. Швуа – это клятва, да? Недарим – обещание, и Швуот – клятвы. И много высказаний по этому можно найти в медрашах различных. Иерусалимский Талмуд говорит так. Недостаточно тебе того, что запретила Тора, а ты запрещаешь себя и дозволенное. В Вавилонском Талмуде приводятся слова ученого, врача и астронома эпохи Амараев Шмуэля. И говорит, что каждый, кто дает обеты, считается грешником, даже если он выполняет их. Видите, как интересно. И это похоже на то, что говорил Ишуа? Да. Потому что Ишуа, Матфея, пятая глава, мы можем прочитать. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй, да, пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что на престол Божий, ни землей, потому что на подножье ног его, ни Иерусалима, потому что он город великого царя. ни головой своей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, какое? Да, да, нет, нет, а что сверх того, от лукавого. И Псалом 14, вы можете записать, там говорится, что тот, кто не кляется, да, не клевещет языком своим, да, говорит, и седу сердце своем, и что дальше, кто клянется 4 стих, хотя бы и злому и не изменяет. И поэтому есть заповедь в Левитах, 19 глава, 12 стих. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестие имени Бога твоего. Я Господь. И вы знаете, когда написано Я Господь, то это что? Очень серьезно, это очень важно. Хорошо. Итак, не должны клясться, но это не значит, что запрет совершать клятву, если это нужно, например, юридически, или это связано с армией и так далее. Ну, по вопросам армии вы знаете, что Тора, да, не запрещает армии и не запрещает войну. И это есть вынужденная, необходимая мера, потому что мы живем не в совершенном обществе, да, но если бы мы отказались от этого, общество стало бы еще более несовершенным. Согласитесь, если бы никто не препятствовал Гитлеру, что бы произошло. Правда? Хорошо. И у евреев есть специальная форма, да, разрешение, разрешение. И если кто-то в панике или в делучих обстоятельствах жизни погрешил устами, то что нужно сделать? Делать два шага. Первое. Покайся в глупых словах и второе. Разрушь западню, которую ты себя поместил этими словами. Видите, слово обязанность. Чего происходит? Обвязанность. И мы часто связываем себя или даем поручательство за какого-то человека, да? А потом, что оказывается, этот человек не выполняет того. и ответственность получается с тебя. То есть, значит, покайся в глупых словах и разрушь западню, которую ты себя поместил этими словами. И имеется специальная молитва «Коль не дрей». Следовательно, иудаизм и христианство против клятвы. Это не значит, что нельзя давать присягу, но нельзя клясться по своей инициативе. Это если я вам диктую так медленно, да? Это что у вас должно быть записано в конспекте, да? Итак, два этапа покайся в словах, разрушь западню, так? И, которые ты поместил себя этими словами. Молитва «Коль не дрей». Иудаизм и христианство против клятвы. Это не значит, что нельзя давать присягу, но нельзя клясться по своей инициативе. С другой стороны, и в иудаизме и христианстве есть практика обетов и ограничений. Как система, чтобы тренировать свою плоть. То есть, если я обещаю себя ограничить на какое-то время. Но если даже человек и сдержал обеты, помните, он считается грешником. По этой причине все назиры, они должны были что приносить? Приносить жертву после того, как заканчивалось их назарейство. Вот. И, допустим, пост, да? Мы можем брать пост для тренировки чего? Вообще, что дает пост? Смиряет свою плоть человек. Правда? Вот. Как говорится, чтобы лошадь не понесла. Плоть сравнивается с лошадью, а разум человека с наездником. Богу все равно. Голодный ты молишься или сытый молишься. Но если ты смиряешься, вот это угодно Богу. Я, например, когда начинаю поститься, то лучше не надо, а то кого-нибудь и убью. Я очень злой это делаюсь. Я так злой. Поэтому я постюсь небольшое количество, редко. Но вот когда надо, когда надо, то я постюсь. Не, я вам говорю, объясняю. объясняю. Опять-таки, если делаешь Богу обещание, то просто можно по слабости своей сказать, Господи, извини, такой я слабый человек. Вы понимаете, в чем дело? Это тоже тренировка. Если мы даем кому-то обещание или Богу даем обещание и не выполняем. Скажите, мы без Иисуса можем это сделать? Бог специально нас поставит в такое положение, что мы не сможем выполнить эту клятву. Согласны? И старайтесь не хвастаться. Я только чем похвастаюсь? Похвастался, что у меня компьютер хорошо работает. Все, полетел жесткий диск. Если похвастаешься, что у меня сын хороший, значит, с сыном какие-то проблемы. Похвастаешься, что у меня в доме хорошо с женой, значит, с женой поссоришься. Это серьезно я вам говорю. Слова Бог всегда проверяет. Почему? Он знает, от какого сердца мы говорим. Так что, это очень серьезно. Паститься можно, и обеты давать можно, но с целью тренировки. И если мы не сдержали, то тоже Бог знает, что у нас сил сдержать это нет. И Он специально делает так, чтобы мы не сдержали. Для того, чтобы мы призвали имя Ишуа. Правда? без Ишуа мы не можем делать ничего. И по высказыванию великого мудреца Акивы, обеты приносят немалую пользу, воспитывая в человеке воздержанность. Итак, мы говорили, обеты, обещания, отказ от чего-то, они Богу абсолютно не нужны. Понимаете? Но они есть проявление нашего смирения, а смирение наше хорошо. И для нас и в глазах Бога. Правда? Итак, они тренируют нас. И средневековый ученый Робейну Йона Гассид, комментируя вот это высказывание Акивы, что обеты приносят немалую пользу, говорит так. Тот, кто стремится к удовольствиям и наслаждениям, хотя и не делает запрещенного, отдаляется от сути и основ души. Тому, кто не может овладеть за собой, тянется за удовольствием, дали совет принять на себя обет на определенное время и сказать, до какого-то времени я буду есть и пить только определенные продукты или запретить что-либо разрешенное. Так он приучает себя властвовать на своими вожделениями. Помните, мы говорили, что такое страсти? Это не есть эмоции, как некоторые думают. Бесстрастный человек, который сидит вот так и не улыбается, да, и как каменный истукан. Это совершенно не то. Страсти – это то, что может нам овладеть, да? Это естественные вещи и разрешенные вещи, но если они овладеляют нами, то они называются страстями. Да. Похоть – это уже такие, ну, уже за пределы нормально, да? Вот. Страсти – это еще может быть нормально. Но любить женщину мужчина может? Да. Если страстно он любит, понимаете? Я вам говорил, да? И это превращается в идола. А потом идет разочарование в своем идоле. Некоторые принимают Бога тоже в каком-то виде таком. Вот Бог, он такой, он такой, он такой, и он мне должен дать миллион, а Бог не дает миллион, да? Так что, идол это был, а не Бог. Это правда? Тот образ Бога, который мы себе создаем. Вот идол. Или вот если человек говорит, что я не верю в такого Бога, который сидит на облачке, да? Помните? Это нормально, в такого Бога я не верю. Он придет на облаках, видимо, будем выглядеть. Да, но он сейчас не старец, еще какой-то сидит на облачке там и молнии кидает. Правда? Хорошо. И что вы видели ветково днями? Иоанн видел, кстати. Хотя ему было 30 лет, когда он, да. Значит, ветки днями, это не значит уже старая развалина, да? Понимаете, ветки днями, значит, мудрый. Значит, мудрый. Хорошо. Итак, значит, человек приучает себя властвовать над своими вожделениями. Но тот, кто без этого владеет собой, не должен давать обеты, как сказано. Недостаточно ли тебе того, что запретила Тора? И можете записать, обеты залог воздержанности. Обеты залог воздержанности. И несмотря на пользу, приносимую обетами, Робейна Иоанна заканчивает. Все же лучше, чтобы человек, если он еще владеет собой, создавал себе эти ограничения, не принимая их в качестве обета. То есть, мы можем себя ограничить, не принимая их в качестве обета. Не давать. Я обещаю, я торжественно клянусь, поститься три дня, а если я не пропущусь три дня, да пусть меня постигнется суровая хара от рук моих товарищей. Знаете, как вы истыклялись, да? И так далее. Ни в коем случае. Поэтому и еврейская традиция и Ишуа об этом говорят. Что не надо брать клятвы, да, и обеты, а можно просто сказать да, да, нет, нет. Значит, кто же может разрешать от обеда? От обеда. От обеда, от обеда. И от клятвы. Тот, кто имеет духовную власть, да? Ну, сам человек может себе разрешить от этого? Я считаю, что нет. Если человек, я, я сегодня дал клятву, завтра я ее забрал, то как такого человека называть? Хозяин своего слова, да? тогда нас не будет проявляться в Божье. Значит, надо кого-то, да, найти, перед кем нужно это исповедовать. Если ты дал клятву какому-то человеку и не выполнил, так кто должен снять с себя эту клятву? Этот человек, который клятву, Если ты дал клятву Богу, да, вот, ты можешь молиться. То, что нарушено с Богом, легче восстанавливать, чем то, что нарушено с человеком. Удивительно, да? Но если ты не примирился с человеком, то клятва твоя и последствия этой клятвы не выполнены, будут висеть где? На тебе, да? Если ты не можешь примириться, или ты взял какую-то глупую клятву, значит, ты должен подойти к тому, кто имеет духовную власть. Ну, в семье, например, кто имеет духовную власть? Да. Уж, значит, поэтому, если жена дала какую-то глупую клятву, что она должна? Да. Любая клятва, которую она дает, она должна сказать мужу, что вот я то-то, 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 а если она уже дала эту клятву, не посоветовавшись с мужем, то она что? Должна подойти к мужу, да? И муж, как только это услышал, в течение суток имеет право запретить ей. А если сутки прошли, то все, уже клятва остается. То есть, для того, чтобы он размышлял, а не думал тоже, а да, а потом нет, а потом да, и так далее. Нарушение обета большой грех, и само принятие обета, которому нет необходимости, нежелательно. Поэтому у религиозных евреев есть специальное выражение. Если я что-то собираюсь сделать, я говорю бли недер. Запишите, бли недер. означает без обещания, без обета. Бли недер. Бли означает без. Ну вот, например, человек может говорить, завтра я выучу целую главу истории. И это уже обет. И обет может быть обменен равеном или коллегией из десяти или хотя бы из трех человек, знакомыми с законами, касающиеся обетов и клятвы, даже если они не имеют равеннистического звания. Вы знаете, и у вас, может быть, будет на тесте, что равен не является священником. Можно делать свадьбу без равенна? Можно делать похороны без равенна? Можно. Можно, да. Даже свадьбу можно делать без кольца, но должен в таком случае быть любой подарок, ценный. Просто кольцо, оно стало больше, более распространенным таким символом. в принципе, да. Вот, то есть, очень демократично, но без свидетелей делать нельзя, да? Вот свадьба, не минимум, должно быть два свидетеля. Ну, естественно, жених и невеста должно быть, да? И какой-то человек, который более-менее разбирается в торах. Хорошо, если это будет равен, но, в крайнем случае, даже и без равенна можно. Но два свидетеля необходимы. И даже были такие случаи, если мальчик 13 лет, девочке 12 лет, ну, знаете, как дети играют, да, в мужа и жену, давал колечко и говорил, что ты этим становишься мою женой. И чтобы развести их после этого, а дети другие стояли и слушали, да, если до 12 лет, понятное дело, это не считается. А дети, если слушают, все, они взрослые люди, шутки в сторону, все, надо уже гет писать, надо целое дело устраивать. Вот поэтому и здесь, значит, если либо равен, да, вот, если нет равенна, значит, по крайней мере, три должно быть человека, свидетеля, что ты говоришь, что я отказываюсь вот от этого вета и объясняет, почему ты это делаешь, да, вот, а желательно, чтобы 10, а 10 это что? Миньян называется, да, Миньян. Хорошо, и поэтому существует обычай отменять в канун еврейского Нового Года все прошлые обеты и клятвы, чтобы не войти в Новый Год, отягощенные грехом нарушения обета. То есть, все они отменены, да, при совершении такой процедуры человек, желающий отменить какое-либо обещание, и включая те, о которых он забыл, обращается с просьбой об этом к трем людям, которые отвечают ему, все они отменены. И это одно из тех случаев, когда мы можем что делать? Связывать и развязывать. Я еще раз говорю, в еврейской традиции никогда не связывают дьявола. Вы когда-нибудь слышали, чтобы равен и ходили и связывали дьявола? Нет. Поэтому, когда харизматы некоторые говорят так вот, что они против харизматов, но просто они весьма полегресса читают Библию, там в одном только месте сказано, что связать сильного. Ну там имеется в виду духовную мысль, совершенно другое. А когда говорится свяжите на небе, на земле будет связано на небе, вот именно говорится об этом. То есть, мы можем сделать что-либо кошерным связанным, либо разорвать связь, сделать треф. И это касается всего. Кошерным может быть еврей, кошерным может быть пища, кошерным может быть дом, кошерным может быть одежда, кошерным может быть обещание. Либо все это может быть трефным. Согласны? И это правило. Значит, связывать и развязывать. Итак, значит, человек говорит об этом, и ему отвечают, все они отменены. Все обеты отменены. Хорошо. И значит, есть еще одна клятва, которая упоминается в трактате Нида. Вот. Но ее дает каждый человек, и никто никогда не отменяет. Вот говорит, что трактат Нида. Человек не выходит из чрева матери, пока его не приводят к клятве. Что же это за клятва? Ему говорят, будь праведником и не будь грешником. И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, будь в глазах своих подобным грешнику. Знай, что Всевышний чист, и все служители чисты, и душа, которую он дал тебе, чиста. То есть, ребенок, вы помните, до рождения, да? Он все видит, все знает, все понимает. Но когда он рождается, да, он становится, как бы, чистый лист. Но вот эта клятва, которую он дает до рождения, она состоится с ним всю жизнь. Вот по этой причине мы не можем сказать Богу, да, что раз я вот такое-такое-то, вот я родился на свет, и я тебе не верну свою чистую душу. Я обязан вернуть. Ну, если не совсем чистую, но настолько чистую, насколько это возможно. Но я вам говорю, что это невозможно сделать без Ешио-Мессии. Правда? Итак, видите, вот еще интересно. Значит, когда человек выходит из чрева матери, ангел говорит ему, будь праведником и не будь грешником. И напишите, это очень важно. И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, будь в глазах твоих подобным грешнику. О чем это оказывается? Видите, а стоящие праведники, они себя праведниками не считают. Как вы думаете, в Боге Павел возрастал или не возрастал? Да? Он сначала говорит, я вам всем говорю, как апостол язычников. Да? Потом, я вам всем говорю, что я наименьший из апостолов. А потом, что он говорит, что я грешник. Да? Он говорит, я вообще самый худший из всех грешников. Это что, Павел все хуже и хуже становился в своем состоянии? Да? Когда человек поднимается, он все больше и больше видит. Кто-то такой мелочь, который не простил Бог Моисея, в общем-то, для нас это кажется таким пустяком. Да? Но чем ближе мы возрастаем к Господе, тем больше на нас лежит ответственность. И это очень серьезно. хорошо. Теперь по вопросу духовной зависимости. У меня такая подзаголовок. Духовная зависимость, феминизм, женщины равенши и постарухи. Ну, я вам скажу, что бывает, бывают женщины-комментаторы тоже, да? Были Девора, которая фактически правила одним из колен Израиля. Но, кстати, почему она правила? Потому что не было лучшего, да? Знаете, когда нет лучших из лучших, тогда Бог берет что? Лучших из худших. Когда нету никого достойных из мужчин, да? Бог берет женщину. Хотя не значит, что женщины недостойны, понимаете? Женщина, Бог дал большее понимание Торы, так об этом говорит еврейская мудрость. Но это понимание на каком? На интуитивном уровне, на эмоциональном уровне, да? И так как женщина создана совершенно для другой роли, она эмоциональное существо и не дай Бог женщину обидеть. Знаете, мужчина чаще простит тебя, правда? Чем женщина. Ну, вообще показывается, что вот если женщины занимаются боевыми искусствами, или они снайперы, или что-то, или в спецназе где-то так, они способны на такие жестокости, на которые мужчина даже и не способен. Понимаете? Но это практика показывает. Это практика показывает. Это не потому, что женщина хуже или лучше. Помните, я вам говорил, да, про крынский, про крынский, про татар, которые воевали, да, давал даже целый анализ сражения. Они не были хуже вооружены, они были по-другому вооружены, правда? А немецкие крестоносцы считали, что они плохо вооружены. Так и женщина, у нее вооружение совершенно другое. Просто. В чем-то оно превосходит мужское, да, а чем-то нет. И если мы смотреть будем по Торе, да, то по Торе все-таки кто должен быть? Мужчина. Мужчина. Просто, вы понимаете, сейчас очень такие женщины становятся такие мужеподобные. Сейчас таких мужеподобных женщин бывают дети гомосексуалистов. Вы заметили? Да, очень сильных таких женщин крутых. Бывают мальчики, дети гомосексуалисты. Поэтому, видите, если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, да, и услышит отец обет ее зарок, который она положила на душу, и помолчит о том, то все обеты ее состоятся. И всякий зарок состоится. Или то же самое муж. Вот по этому вопросу. Может ли женщина быть пастором? Может ли женщина служить? Может ли женщина быть президентом страны? И какого правильный процент женщин правительства страны? Полезно ли это вообще? И полезно ли обществу? Да, дьявол, он такой революционер, он за всю свободу, за феминизм. Но в действительности женщина должна иметь свое место, так же, как и мужчина должен иметь свое место. И поэтому Бог верил мужчине быть головой дома и дал ему власть отведять клятвы, принятые его женой или незамужной дочери, а мужу для своей жены. Ибо тот же самый Новый Завет подсказает, чтобы вы знали, что всякого мужа глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. И 1 Тимофея 2 12 А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Это не значит, что женщина вообще не должна заниматься ни чем церкви, но здесь употреблено греческое слово дидаска, которое означает учить, обучать, научать, поучать, наставлять, а также аусефтео, властвовать, иметь власть. И когда аундр, это означает муж или мужчина, а множественное число антропоз, это что? Люди. То есть здесь говорится о церковной власти, а не о том, что женщина, допустим, может, она делиться тем, что знает новым, да? В таком смысле может она учить? Может. Но если она устанавливает какую-то галаху самовольно или самовольно распоряжается мужчинами, это плохо. это так же плохо, как если дети начинают ласцовать над стариками. Согласны? Некоторые дети думают, что они очень много знают о старике-дураке, динозавре и так далее. Правда? Это нарушение Божьего порядка. А всякое нарушение Божьего порядка есть нарушение чего? Беззаконие, да? Беззаконие. Но я вам говорю, в том случае, только в словом случае это бывает. И Бог действительно выдвигает таких женщин лидеров, если нету достойных мужчин. Все. Беззаконие. Да. Беззаконие. Спасибо.